всем привет меня зовут карина сегодня у нас упражнение 4 5 1 1 она довольно таки несложная давайте сразу же приступим и первое что нужно сделать это разделить сеть 172 16 28 19 на 2 равных подсети это очень просто давайте откроем пустой файлик и попытаемся это сделать давайте скопирую нашу сеть и запишу ее вверху чтобы она была у нас перед глазами теперь давайте запишем первый адрес нашей сети и последний первый адрес нашей сети это сам адрес сети а последний у нас будет зависеть от маски подсети у нас маска стаж 19 если сделать расчеты то у нас получится что последний адрес это 172 16 159 255 саж 19 вот эта сеть которую мы будем делить так как мы делим сеть на две части на две равные части нам нужно позволить 1 бит то есть маска подсети на наших новых сетей будет с наш 20 давайте запишем это в десятичном значении 255 255 240 0 это пока что очень просто далее давайте запишем теперь наши сети разделим эту сеть на две сети и запишем их 172 16 128 0 это первый адрес нашей первой сети он он будет такой же как и начальный адрес нашей изначальной сети но уже слэш 20 так как мы разделили ее на две подсети и заканчиваться она будет уже на 172 16 143 255 я не буду зацикливаться на расчетах и думаю вы сами знаете как это делать а я просто уже показываю готовый результат вторая сеть у нас будет 172 16 144 0 саж 20 это все очень просто думаю вы сами это видите 172 мы можем даже не переписывать так как последняя сеть нашей второй сети будет совпадать с и вот этой так как мы разделили ее на две подсети и в конце слэш 20 то есть первая сеть нашей первой сети равна вот этому а последняя сеть нашей второй подсети равна вот этому то есть таким образом мы вот эту одну большую сеть разделили на две маленьких одинаковых думаю здесь все понятно давайте приступим к настройкам первое что нужно сделать это назначить последний доступные для использования адреса ipo4 для интерфейса g00 то есть открываем наш наш документ смотрим вторая подсеть последний доступный то есть вот это вот адрес давайте скопируем но мы не можем использовать именно вот этот так как это широковещальный так как это последний адрес нашей сети нам нужно на 1 меньше конце должно быть 4 это последний доступный адрес который можем использовать для настройки наших интерфейсов это у нас будет g00 готово теперь последний доступный для использования адрес первой подсети для g01 вот первая подсеть копируем широковещальный делаем на 1 меньше это у нас будет g01 готово таким образом мы смогли узнать ip адреса наших интерфейсов их нужно будет внести вам в таблицу адресации в пустые места давайте приступим к настройке наших устройств первое что нужно сделать настроить маршетизатор branch открываем наш branch или филиал в этом задании enable conf t давайте посмотрим что нужно сделать первое что нужно будет сделать это назначить ipv6 адресация смотрим интерфейс g00 указан ip адрес указан ipv6 адрес также интерфейс g01 ip адрес ipv6 адрес также чтобы по нескольку раз не заходить и выходить из интерфейсов я сразу же здесь прописал ipv6 traffic filter для наших интерфейсов и ipv6 access group hq-server in и также настраивала ip адрес для серия 00 и включила его потому что он был выключен и ну и все другие интерфейсы тоже включила давайте скопируем эти команды открываем наш branch paste готово смотрим на наше количество баллов у нас стало 18 и 100 это уже очень хорошо смотрим дальше дальше мы настраиваем ospf то есть все делаем как в инструкции вот наша инструкция смотрим ospf у нас должен быть один идентификатор 1 далее объявить все подключенные сети кроме интернета и также настроить все интерфейсы как пассивные это очень просто вот мы его настроили на branch давайте скопируем paste готово мы настроили то же самое по заданию нам нужно сделать на hq вот на hq и branch открываем hq копируем наши устройки готово и записываем их в нашу командную строку enable conf paste готово таким образом мы настроили ospf дальше теперь нам нужно настроить access list вот я прописала команды все как указано у нас в задании hq сервер вот он вот он для branch сервера прописан здесь мы также указываем permit и deny то есть все точно так же как и в инструкции копируем это у нас branch готово теперь осталось настроить hq только у нас уже здесь permit будет any paste permit any все мы настроили наше устройство теперь если мы откроем задание у нас будет 86 баллов из 100 нажимая кнопочку check results мы увидим что у нас еще не настроено нам нужно настроить на hq access group in и по сути все для этого ну это исправить очень просто открываем наш hq вот он и чтобы настроить access group in давайте пропишем необходимые команды смотрим по заданию пассивные интерфейсы это есть вот давайте приступим нажимаем exit у нас access group in будет на интерфейсе g0 интерфейс g0 slash 0 ip адрес мы уже указывали давайте пропишем на всякий случай еще раз 172 172 16 128 128 ой 254 готово 255 255 255 192 0 готово далее ip access group указываем branch сервер сервер ой только не капсу branch сервер готово и указываем слово in готово все у нас 91 балл из 100 assessment items смотрим у нас все правильно кроме b1 это очень просто настроить открываем наш пакетрейсер открываем b1 здесь нам нужно будет настроить ip адрес маску под сети и шлис по умолчанию давайте приступим ip адрес 172 16 144 1 маска под сети 255 255 240 в конце 0 и шлис по умолчанию это ip адрес порта к которому к которому соединяется b1 в нашем случае это chi 0 0 давайте откроем наше устройство вот оно а для порта ч 0 0 мы указываем адрес 172 16 159 254 закрываем наше устройство открываем инструкцию и мы видим что у нас 100 баллов из 100 я по сути уже закончила наше задание думаю у вас тоже все получилось а на этом все всем пока я что это наше 율 под написали надеюсь что с посвят